Международный день спасибо. Кому адресовали свои слова благодарности самые маленькие жители города? Проверка общественного транспорта. В городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Глава государства принял Акима Карагандинской области Ермагамбета Буликпаева. Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год. Так, за 11 месяцев объем промышленной продукции составил более 3 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3% и достигли 727 млрд тенге. Работают более 100 тысяч компаний, созданы 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики, и это позволило снизить уровень безработицы до 4,1%. В секторе малого и среднего бизнеса занято 45% активного населения региона. Действуют более 100 тысяч компаний, а создание более 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы. Президенту было доложено о ходе прохождения отопительного сезона, а также о текущей ситуации в системообразующем предприятии «Кармет». Глава области рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании. По итогам встречи Константин Жомар Тукаев дал поручение по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей. Глава государства также отметил, необходимо сдержать на особом контроле ситуацию на объектах компании «Кармет». Еще один успешный показатель – в области почти наполовину вырос объем продукции обрабатывающей промышленности. Ужесточение наказания за бытовое насилие планируют рассмотреть депутаты до конца этого года. Тем самым за умышленное причинение вреда здоровью агрессору могут заменить наказание с ограничения свободы на лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, в зависимости от тяжести. Статью 110 «Истязание» дополнит примечанием о систематичности и наказание будет носить другой характер. Также вводится норма о судебном выселении агрессора из жилья и принудительные психокоррекционные курсы в организации здравоохранения. В целом, в целях профилактики правонарушений совместно с заинтересованными службами организовано 33 оперативно-профилактических мероприятия и проведено 16 местных профилактических мероприятиях на адресах с высокой криминогенной обстановкой. В прошлом году в городе было зарегистрировано 7 уголовных дел по бытовому насилию. Это на 12,5% меньше, чем в 2022 году. Напомним, с 1 июля 2023 года в стране был принят закон. В документе есть примечание, что заявление на домашнего агрессора принимается не только от потерпевшего, но и от свидетелей. Как известно, с 1 июля в стране произошел ряд изменений в сфере бытового насилия, что и дает право принимать заявления от свидетелей правонарушения. Сотрудниками полиции были проведены профилактические работы с дебоширами. В результате на учете и контроле находится 561 человек. Из них 247 привлечены к ответственности за бытовое насилие. Это привело к наложению административного взыскания в виде ареста в отношении 46 человек. 22 были предупреждены и около 180 примирились. В целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП в Балхаше проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». УПМ продлится до 15 января. Помимо сотрудников полиции в мероприятии задействованы специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям. В ходе совместного мероприятия проверят техническое состояние общественного транспорта внутри города. Особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения. С 11 по 15 января 2024 года совместно с местными исполнительными органами на территории Республики Казахстан производится оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Цель мероприятия – нулевая терпимость в любом правонарушении внутри общественного транспорта, безопасность пассажиров, а также водителей. В период данного мероприятия будет производиться проверка у водителей технического состояния транспортного средства, а также наличие огнетушителей, аптечки, аварийных знаков. Сегодня 11 января – одна из самых вежливых дат в году. Во всем мире их сегодня праздывают Международный день «Спасибо». Он был учреден 20 лет назад по инициативе ООН, чья благодарность самая искренняя, конечно же, детей. Я хочу сказать спасибо папе, маме, дедушке, бабушке, воспитателям. Я хочу сказать спасибо бабушке, маме, воспитателям и воспитателям. Я хочу сказать Наталье Ивановне, Любовне Анатольевне, папе, маме и своему плату. Спасибо. Я хочу сказать спасибо маме, папе, дедушке, бабушке, разбивашке, тёте. Хочу сказать маме и папе спасибо большое воспитателям и бабушкам, и дедушкам, и ещё тёте и дяде. Мы на маме и папе, а мы на девушке и бабушке. Мама, спасибо маме, папе, и ещё хочу сказать бабушке и дедушке. Спасибо большое. Поблагодарить своего брата, пожелать ему счастья. Скоро его в армию заберутся, надеюсь. Через год он приедет и вернётся такой здоровый. Он в детстве меня, я считаю, всё детство проводил с ним. Он для меня самый родной, я ему желаю самого наилучшего. Да, учителя очень все хорошие, добрые и хорошие оценки ставят. Хочу сказать спасибо всем учителям за то, что они нас обучают, дают нам знания. Также хочу сказать спасибо своим родителям за то, что они меня воспитали. Но вообще благодарна всем учителям за то, что они наши характеры все терпят, обучают нас и так далее. Хочу сказать спасибо своему лучшему другу Артуру за то, что он есть, за то, что помогает. Хочу сказать спасибо продавщице в моем магазине за то, что иногда, если не хватает, разрешает потом донести. Ну и самое главное, хочу сказать спасибо своей маме, потому что я такой появился. Хочу сказать спасибо своей подруге Афине, моей лучшей подруге. Хочу сказать своему классу, моему любимому классу спасибо большое, что они со мной уже как 8 лет, и все. И маме свои спасибо сказать. Папе хочу сказать спасибо, что он мне много чего там открывает, дал мне на машине своей покататься во дворе. Хочу сказать спасибо бабушкам со двора, которые семечки щелкают во дворе. Еще кому хочешь сказать? Хочу продавцам сказать спасибо. А что? Нет, таксистам, за то, что хорошо общаются и весело. Хочу сказать спасибо производителю дешевой, некачественной обуви. Спасибо! Балхарсы волнуют вопрос мобильных переводов. Некоторые торговцы требуют оплачивать товары только наличкой. Однако, это противозаконно и потребитель имеет право расплачиваться как наличным, так и безналичным способом. Посредством специальных приложений через QR. А если потребителю отказано, то предпринимателю грозит штраф в размере 40 МРП. А тем, кто скрыл свой доход и не зарегистрировался в качестве предпринимателя, штраф в размере 51 тысячи тенге. Стоит отметить, что при приеме онлайн платежей будет увеличен объем налогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова